МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если коротко, то для этого самолета нет закритических режимов полета. Он может лететь почти в любом направлении и выполнять почти любые фигуры. Жаль, существует этот истребитель в единственном экземпляре. СИРЕНА На Западе о нем или его слышали многие. СИРЕНА Но впервые увидели лишь в прошлом году. Европейская премьера МИГа-29 ОВТ состоялась в Берлине на выставке Ила. Это напоминало боевик с элементами мелодрамы. Главный герой – новый двигатель с отклоняемым вектором тяги. Машины, подобные этой, нет нигде. Ни здесь, на выставке в Берлине, ни просто в мире. Все дело в этих соплах. Они вращаются вокруг собственной оси. Таким образом, самолет может выполнять сложнейшие маневры. Маневры, которым в авиации пока что просто нет названия. СИРЕНА Тут, как в фигурном катании, с каждым танцем новые находки. Вот это пока что назвали двойным кульбитом. Самолет дважды совершает вращение вокруг своей поперечной оси. СИРЕНА Выход на запредельные углы атаки с одновременным вращением. Этот прием пока безымянный. То ли вертолет, то ли мельница. СИРЕНА Самолет, на самом деле, испытывает закритические перегрузки. Да и летчик тоже. У директора МИГа Алексея Федорова есть повод для беспокойства. Ведь в небе не только уникальная машина, но и живой человек. Его, Федорова, собственный заместитель. Герой России Павел Власов на авиашоу в Берлине и на британском Фарнборо чуть ли не отдельный экспонат. Это все воздействует на внутренние органы. И что самое главное, что это заставляет кровь отливать от головы, от головного мозга и перемещаться вниз в направлении действия перегрузки. Это и есть самое такое сложное. Но быть натренированным, уметь переносить перегрузку, препятствуя вот этому оттоку крови, который, конечно, чуть не чреват потери сознания. Перегрузки здесь 10, а то и 11-кратные. То есть при весе летчика 80 килограммов на него давит больше 800. При отклоняемом векторе тяги сюда добавляются боковые перегрузки. Вестибулярный аппарат должен работать как часы. Демонстрационные полеты на сверхнизких высотах самые сложные. При экстремальных перегрузках сначала исчезает боковое зрение, и вместо него появляется серая пелена. Потом она становится черной и закрывает весь кругозор. Дальше мозг отключается. Сердце начинает захватывать уже на подходе. Опытный самолет к вылету готовят несколько часов. Летчика минут 40. Кабина сверхзвукового истребителя должна быть стерильной. То есть начинается все с того, что нужно обязательно прочистить обувь. Фирменный комбинезон летчика-испытателя – это только половина экипировки. К нему добавляется специальный давящий костюм. Слабая панацея от тех самых перегрузок. Плюс шлемофон и кислородная маска. Горючее залито – можно лететь. И пытайтесь повторять сами. Это всего лишь телевизионный монтаж. Настоящие летчики утверждают, что МиГ-29 – это лучший истребитель. Правда, проверить это на практике пока что, к счастью, не доводилось. Так уж вышло, что эта машина родилась в мирное время. Но в нескольких боях она все-таки участвовала. В Германии воевалась Германия, причем очень интенсивно и много лет. Бои, конечно, были условные. Но ударельностью не хватало лишь нажатой гашетки. В германском небе МИГе встречались с натовскими F-16 и F-18. Победу одерживали в 96 случаях из 100. Одного не может понять Николай. Где найти столько суперпилотов для такой супермашины? Понять вообще, в каком положении ты находишься. Вверх ногами, вниз ногами, небо сверху, снизу. На бою до 1500 приступил к поиску. В военной форме подполковник Прохоров летает в легендарных стрижах. А на гражданке испытывает новый тренажер для МИГа. Пока единственный в мире. Раньше этот самолет был придуман для нанесения ядерных ударов. Мы ввезем специальный режим бомбометания и скабрирования, которым в реальной жизни никто никогда не применяет. А здесь можно попробовать. Начинаем пикировать. Дальность разрешенная. Огонь. Попал. Попал. А рядом с тренажером для летчика тренажер для самолета. Этот цех построили еще в 80-х. Для секретных работ по созданию первого в мире гиперзвукового самолета. На гиперзвук мы так и не вышли. И сегодня в гигантском цеху трещат по швам сверхзвуковые МИГи. Если не только прислушаться, но и приглядеться, то можно заметить, как спускаются под многотонным давлением крылья самолета. Это 29-й проверяют на прочность. Вот на такие мучения потенциальный заказчик новых МИГов вправе отдать любой самолет из общей серии. На эти крылья давит масса 60 тонн. Сам самолет рассчитан на 4000 летных часов. Но здесь говорят, что он может протянуть и все 16 тысяч. Здесь до сих пор действует старое советское правило, согласно которому боевая техника должна выдерживать все. Человека, не понимающего удивление, вызывает нахуй осторожность сотни. Дело в том, что здесь используют сотовые конструкции углепластики. Это уже не металл. Все ради того, чтобы самолет стало как можно легче, а значит и маневреннее. А чтобы он был удобнее в управлении, на смену механики давно пришло дистанционное управление. Все равно, что коробка автомат в машине. Команды летчика фиксируют специальные датчики и по проводам передают их на рули и стабилизаторы. Управление на смену как рефери в футболе. Оно должно быть эффективным и незаметным. Рядом опытное производство так называемых корабелок. У российского флота их нет, зато около 30 Миг-29К приобрела Индия. От сухопутного Мига корабельный можно отличить и на глаз. Во-первых, гаг для крепления тросов. Во-вторых, более мощное шасси, чтобы при посадке на авианосец скорость гасилась за считанные секунды. Как говорили, корабельная посадка – это запланированная катастрофа. На опытном производстве работают самые профессиональные технории. Зачастую они лично знают того самого летчика, который сядет в кабину конкретно этого самолета. Здесь все собирается вручную для того, чтобы уже в воздухе не подвела автоматика. Каждая поступающая сюда деталь проверена и опломбирована. Этот трубопровод пойдет в систему аварийного покидания самолета. На Анатолии огромная ответственность. Из-за его ошибки могут отказать механизмы спасения. Когда Квочер ушел на выставки в Лебурже, мы были очень довольны, что наша система сработала великолепно. После шести минут полета на этом Миге, простой смертный потеряет несколько лет жизни. Это в худшем случае. А в лучшем – 8-10 килограмм веса. Но Павел Власов и его напарник Михаил Беляев пока что только приобретают в весе. Не путать с жиром. Вот тут сейчас я вывел ее. 250 поставил, чтобы пошел в распорах и видно. И с разгоном пошел туда. Разбор полетов – обязательная часть при подготовке к авиашоу. Прошлым летом в английском Фарнбера Миг-29 и его летчика признали лучшими. А уже этой зимой в Индии после демонстрации новейшего МиГ-35 в воздухе Россия получила шанс на поставку более ста сверхсовременных истребителей. Правда, за те самые всеракурсные сопла, которые и делают новые Миги такими неуязвимыми в небе, пока не заплатила ни одна армия мира. Проблема не только в деньгах. Пилотов, способных летать вопреки законам физики, во всем мире – единицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...